ПОЛИТИКА-ПОЛИТИКА Бывает политика-политика, через черточку, в таком западном варианте. Та или другая партия идет к власти, призывает за нее проголосовать, какие-то программы, какие-то партийные разборки. А бывает тот самый случай, о котором предупреждали классики, когда политика приходит к человеку. Если человек долго не идет в политику, политика приходит к человеку. И в один прекрасный момент выясняется, что надо выходить на улицу, защищая самые простые, естественно, обычные права. Вот право выходить на улицу, право собираться, право разговаривать, право дышать свободно, право считать страну своей. Право не быть подвергнутым просто, так сказать, полицейскому насилию, потому что им так захотелось. Вдруг выясняется, что за это надо бороться. У нас заложники, десятки людей, сидящих по болотному делу, посаженных год назад, в рамках, как теперь уже ясно, полицейской операции, полицейской провокации. У них была цель развязать насилие с тем, чтобы была возможность нас запугать. Что они и делают. Эти люди, сидящие сегодня по так называемому болотному делу, это в чистом виде заложники. На их месте три или четыре политических активиста с фамилиями, которые мы знали до прошлого мая. Все остальное это в чистом виде люди, свободные люди, россияне, совсем молодые и совсем не молодые, вышедшие на улицу на мирный митинг. И взятые в заложники совершенно почти наугад. Просто потому, что нужно было запугать. Нужно было показать им, нужно было показать, кто в доме хозяин. Не выйти сегодня в годовщину этого объявленной полицейской войны, этого полицейского насилия, не выйти в защиту этих людей, это не имеет никакого отношения даже к оппозиционной деятельности, к оппозиционным взглядам. Это просто неприлично. Не выйти и не потребовать освобождения этих людей. Не сказать им, что мы их помним поименно, что мы не позволим им просто замотать и заиграть по-тихому. Что мы не испугались, что мы не готовы лечь плашмя все, как они бы того хотели. И для чего они устраивали это насилие. Это наш человеческий долг, подчеркиваю, это не имеет никакого отношения к той политике, о которой я говорил вначале. Надо выйти в защиту людей, которых взяли в заложники. Они сидят за нас вместо каждого из нас. 6 мая в 6 вечера Болотная площадь. Митинг за свободу. Митинг за свободу.